Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас необычный репортаж. Помимо всяких технических новшеств, у нас есть и свершения, которые достигаются, совершаются каждый день поклонниками нашего проекта, нашими сторонниками, ибо то, что мы делаем, вдохновляет людей на великие свершения. Вот сегодня мы поговорим с хрупкой и красивой девушкой из города Челябинска. Мы все знаем, что мужчины там настолько суровы, но девушки там очень красивые, и даже имя у нее соответствующее Гузель. Более того, именно это послужило тем основанием, что интервью письменное было заменено на видео. Итак, позвольте представить вам Гузель Магасумова, сотрудница компании Skyway в городе Челябинске. Добрый день, Гузель. Да, Михаил, здравствуйте. Ну, я уже вкратце о вас рассказал и о том, что вы совершили что-то такое интересное. Может быть, вы в подробностях поведаете нам о том, что же вы такого сделали, будучи вдохновленной тем проектом, которому вы верно служите вот уже какое-то достаточно долгое, насколько я знаю, время? Сначала. В конце июля этого года ко мне поступило предложение подняться на Эльброс. И, знаете, первый... Так вот просто взять и подняться? Да, то есть предложили, а не хочешь ли ты съездить на Эльброс? И первая мысль, которая у меня возникла после того, как это озвучили, а первая мысль, в моем понимании, она идет от сердца, и она истинная. И она самая правильная. И она самая правильная, да. Что было бы очень здорово и очень символично подняться сюда слагом Skyway. Соответственно, установить на одной из семи вершин слаг Skyway. Собственно, 12 августа я это и сделала. Поздравляем вас. Очень приятно, что у нас такие работники. Но вы же не просто сотрудница. Вы, наверное, пришли как инвестор. Что-то вас вдохновляло, что-то вас двинуло на свершение того, чем вы сейчас занимаетесь? Да, я являюсь инвестором проекта. У меня есть своя команда, то есть своя структура. Мы помимо этого развиваем проект. Вы знаете, если честно, меня многие спрашивают, а вот тебе-то Skyway зачем, да? Не хочу показаться фанатиком, как бы, но если честно, я засыпаю и просыпаюсь вдохновленная вот этой идеей. И я думаю, не будет громко звучать, если я скажу, что Skyway лично меня делает лучше каждый день. Мы не сомневаемся в этом и желаем вам дальнейших свершений на пути к вашей цели. Какова эта цель? Расскажите, будьте добры. В вашей работе, в вашей жизни. Цель моей жизни? Ну, они, наверное, знаете, вот здесь такую аналогию приведу, раз уж разговор шел про Эльбрус, да. На самом деле на высоте, на вершине, кроме камней прекрасного вида, ничего нет. Самый сок, самая суть, да, это вот как раз в этом путешествии, когда ты делаешь каждый шаг на пути к вершине. И за одной вершиной всегда следует следующее. Вопрос только, насколько мы наслаждаемся вот этим путем, какими-то самыми простыми вещами, насколько мы переступаем через себя. Покоритель Брус – это, конечно, очень здорово и символично, но есть победы гораздо значимые. Это то, что мы каждый день делаем. То есть мы находимся в тепле, в уюте, в зоне комфорта, и каждый день совершаем какие-то ежедневные победы над собой. И кроме того, то есть двигаясь к этой вершине, да, каждый к своей вершине. И у нас есть общая вершина – это реализация проекта, реализация проекта Skyway. И если можно, я тут приведу притчу, да, когда горит лес, все звери бегут кто куда, и маленькая птичка Калибри летит до ручейка, черпает водички, возвращается на место пожара и пытается его потушить. Разумеется, у нее ничего не получается. И в этот момент ошарашенный декабра скричит, Калибри, что ты делаешь? Ты же с ума сошла, у тебя же ничего не получится. И она говорит, я знаю, но я делаю то, что в моих силах. И вот если каждый из нас будет делать маленькие шаги, каждый день переступая где-то через себя, и как маленькая птичка Калибри будет делать то, что в ее силах, то я не просто считаю, я вижу, да, насколько красивый, грандиозный проект мы можем сделать. Спасибо вам большое. Дай бог побольше нам таких инвесторов, как вы. Вы абсолютно правы. Для того, чтобы чего-то добиться, для того, чтобы отодвинуть какие-то свои границы, свои пороги дальше, необходимо выйти из зоны комфорта, как это сделали вы. Кстати, у нас есть и другие примеры, я надеюсь, мы расскажем о них в этом репортаже, людей, которые, вдохновленные идеями Skyway, совершают вещи, поражающие умы, воображение многих других людей, которые привлекают внимание к нашему проекту. Естественно, людей, поддерживающих его, становится с каждым днем все больше. Но вернемся к вам и к вашему восхождению. Скажите, для тех, кто, может быть, не очень хорошо изучал географию и не увлекается альпинизмом, какова высота Эльбруса? Или даже интереснее, на какую высоту именно вы поднялись? До самой вершины или где-то остановились? Откуда вы стартовали? Технические нюансы? Вообще Эльбрус является наивысшей точкой Европы. Сейчас скажу, 5 642 метра над уровнем моря. И получается, мы стартовали с высоты, то есть на штурм пошли, так называемые, с высоты примерно 4000 метров. То есть надо было подняться на километр 642. Штурм у нас начался в 12 часов ночи, пока позволяла погода. То есть в 12 часов ночи мы выдвинулись, и где-то в 6-7 утра непосредственно я находилась на вершине. А какая температура там на вершине? Кавказ, может, кажется людям это типа как в Сочи, градусов 30-20, там. У нас есть такая поговорка, что лучше жить на Северном Кавказе, чем на Южном Урале. Вот, получается, ну вот прилетела я в Минеральные Воды, там такая же примерно духота, как и в Челябинске, плюс 35. И, соответственно, чем выше поднимаешься, тем становится попрохладнее. На подножии Эльбруса, это Азау, где-то было, наверное, около 20 градусов уже. И на самой вершине было где-то, наверное, минус 20. То есть где-то минус 15, минус 20. Так перепад температуры 40 градусов? Ну, примерно так, да. И как вы это перенесли? То есть днем... Нормально. Вы знаете, в принципе, я не являюсь спортсменкой. Я как бы далека от гора, от походов и всего остального. Вот, видимо, настолько меня вдохновляет Skyway, что, вы знаете, я не то чтобы не ожидала, но очень легко все прошло, в принципе. Вот спуск был тяжеловат. Да. А непосредственно поднятие на саму вершину... Здесь, знаете, самое главное не поднимать голову, не смотреть, сколько идти, и просто делать каждый шаг. Раз-два, раз-два. И ты на вершине. В принципе, как и в жизни. То есть не надо сосредоточиваться на проблемах, на трудностях, не пугаться, а просто переживать неприятности по мере их поступления, как говорит классик юмора. Да-да-да. То есть, в принципе, весь путь от подножия до вершины можно разбить на маленькие шаги. И если пройти все эти шаги, то ты окажешься на вершине. Просто не нужно, да, как вы сказали, акцентировать внимание на этих трудностях, что идти осталось долго, что тяжело, что нос не дышит, что он обгорел весь, да. Вот, и просто делать шаг за шагом. И ты в любом случае, в свое время, когда оно придет, окажешься на вершине. Прекрасно. Что бы вы пожелали нашим зрителям, которые уже являются инвесторами или которые пока только раздумывают, становятся ли им таковыми? Знаете, перед тем, как пожелать, я, во-первых, очень бы хотела поблагодарить всех, кто поддерживал. Потому что, когда я зашла в скайп и начала читать чаты, я была очень сильно удивлена и действительно мне было очень безумно приятно. Я была очень тронута пожеланиями наших партнеров. Чтобы я добралась до вершины, да. Очень теплые слова, безумно благодарна всем. А что бы я хотела пожелать? Знаете, я, как уже сказала, что у каждого есть своя вершина. Вот, и я хочу пожелать, чтобы каждый до нее дошел. Но не забывал, что за этой вершиной будет следующее. Поэтому давайте делать то, что в наших силах. Давайте делать эти простые шаги и встретимся на вершине. Ибо дорогу осилит идущий. Спасибо вам большое, Гузель. Успехов вам в таком нужном всем нам деле. Хочу призвать всех наших зрителей подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлением новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsv.definsystems.com. Поддерживайте наш проект и ваша жизнь вместе с нами. Будет полна вдохновения и великих свершений. Короче, Гузель, строй Skyway, спасай планету! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!